Уважаемые жители и гости края, вот уже десятые сутки наш край, мы с вами живем в режиме карантина. И я хочу сразу сказать, нам удалось пусть не победить вирус, но стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Нам удалось избежать залповой вспышки распространения коронавируса в крае. Я еще раз хочу выразить слова благодарности и признательности каждому из вас за терпение, выдержку, понимание. Нам теперь надо закрепить результат, которого мы все вместе добивались реализации карантинных мероприятий. Тем не менее, по настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов, карантин будет продлен до 0 часов 18 апреля. И скорее всего, продлеваться больше не будет. Но с 0 часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции. Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания. И вы в муниципалитетах уже с 0 часов 12 числа будете жить в режиме самоизоляции. Кроме того, сейчас нам важно удержать экономику края. Поэтому до 13 апреля я дал поручение Департаменту экономики края совместно с профильными министерствами, ведомствами и администрациями муниципальных образований определить организации, работа которых будет разрешена с соблюдением всех санитарных норм на период нерабочих дней. Однако запрет на передвижение между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен. Это нужно для того, чтобы если вдруг, не дай бог, возникшая неблагополучная эпидемиологическая обстановка в одном муниципальном образовании не смогла распространиться на другие муниципальные образования края. Я настойчиво продолжаю обращаться к вам, уважаемые земляки и гости края, с просьбой даже в режиме самоизоляции покидать свои места проживания только в случае крайней необходимости. Мы должны продолжить беречь, сохранять и оберегать друг друга. Кто-то ругал и ругает меня за такие карантинные меры. Но они позволили нам добиться результатов. Число инфицированных в крае на сегодняшний день 125 человек. Правда, три летальных исхода. Но тем не менее, для 6-миллионной Кубани такие показатели – это контролируемая ситуация. Соблюдая карантин, мы не только решали задачу остановить или замедлить распространение вируса по территории края, мы дали возможность нашим врачам подготовить необходимую лечебную базу. Сегодня сложно всем. Еще одна неделя карантина, но с определенными послаблениями для жителей внутримуниципальных образований – тоже продолжение непростых наших с вами испытаний. Но я призываю вас, дорогие мои земляки и гости края, набраться терпения и оставаться дома. Потому что ценой за нашу безответственность может быть наша с вами жизнь. Жизнь наших близких, родных, друзей, знакомых, всех, кто живет в нашем благодатном крае. Мы всегда были краем сильных и мудрых людей. Так пусть наша сила и мудрость, которая досталась нам от наших предков, позволит не сдаться, не опустить руки и победить вирус на нашей с вами красивой и щедрой земле.